Всем привет дорогие друзья! Почти два дня не выпускал ролики. Ну и продолжим нашу серию обучающих роликов по тактике и стратегии на той или иной карте, как вы увидите. Сегодня у нас карта Линия Мажино, но ее аркадная версия в рамках реалистичных танковых боев. И я решил чуть усложнить себе задачу, взяв всем уже хорошо знакомый британский Карнарван, который расположен на боевом рейтинге 7.3. И чем это усложняет задачу? Потому что у меня танк тяжелый. И вы понимаете, что на этих рангах уже очень много быстрой и быстрой и мелкой техники, которые могут определенные неудобства, очень мягко я сейчас выражаюсь, определенные неудобства нам доставить. Юркие, мелкие, да еще и с кумулятивными снарядами. Ну, что еще хуже для нас, некоторые из них еще и с фтурами. Вот настолько я решил усложнить нам задачу. В общем, начинаем мы с верхнего правого респауна. Доезжаем до этого холмика и начинаем отстреливаться с противником, который пытается занять точку С. Сразу скажу, что мы будем пытаться флангануть точку С. Да, да, как бы это странно ни звучало, Карнарван, тяжелый танк, какое нахрен флангование. Но я вам покажу. Вообще, я не любитель тяжелых танков, но решил вам представить вот этот вот бой. Карнарван, очень сложная техника в этом плане. Очень сложная техника, башня крутится так себе. Подкалиберы, конечно, дамажат, дай бог, им за броневого воздействия, особенно против ЛТ. Но что поделать? Итак, высматриваем данный холмик. Подходы мы вроде уже почистили. И вот сюда, ближе к точке Б. Смотря с нашей стороны на миникарту, чуть правее позиция на точке Б. Там тоже зачастую противники сидят. И как вы видите, я не захожу на точку С. С этого ракурса понятно, что у меня лоб... Лобовая часть была прикрыта холмиком. Точнее, лобовая часть. И я смотрел только направо. А сейчас, выезжая с этого холмика, смотрим и вперед, и направо. Налево смотреть смысла нету. Там никого, повторюсь, никого не будет. Аркадная версия этой карты мне тоже не нравится. И вообще этот... Ну, в этом бою, наверное, мне понравился только исход. И то не совсем. Такой маленький спойлер. И то не совсем. Мажину я люблю полную версию. Там пространство больше. Там маневренности больше. Там и замысла. Ну, не больше, но... Как отманеврировать? Куда скрыться? Там вот... С этим делом, конечно, все проще. А вот аркадная версия уже... Хреновенькая. Чуть отъехал на половину поля противника с точки... С центра поля. И все начинаются красные зоны. Вот в этом плане... Аркадные версии карт в РБ мне не нравятся. Ну... Оставим мои предпочтения. Все же делаем ролик обучающий. Посмотрите, где я... Нахожусь в данный момент. Я пытаюсь этим... Самым проходом зажать им не то, что только респаун. Но и выезд с этого респауна на точку С и на точку Б. Видим очередного противника. Плохой выстрел. Да, меня заметили, но... Это Карнарман. У него башня толстая. Да, он едет очень медленно. Но вот с такой позиции от Холмика можно отыгрывать. Ребят, такой тактикой можно... Я почему вот Карнарман вам показываю. Если он успел занять эту позицию, и он смог со своими долбанными подкалиберами, от которых я вообще не в восторге. И уж если он смог занять эту позицию, то любая быстрая техника вообще без боя прорвется сюда. Вот танковываем очередной снаряд и просто будет творить грязь тут на этой позиции. Продвигаюсь еще вперед. Тут у меня маленький Эланд. Типа на подстраховке. Все, забираем БМПшку. Ну, четыре фрага на Карнарване это уже неплохо. Но неплохо это не для нас. Нам нужно еще больше. Минус ствол сразу же. По-моему, это Акация, да? Да. Минус ствол. Справа. Одним глазком успел посмотреть справа. Вроде есть противник, да. Но он уже выстрелил. У нас Акация без... У нас Акация без ствола, поэтому забираем Лоррейна и теперь фокусируемся на Акацию. Но еще справа кто-то подъезжает. Т-44-100, по-моему, или обычная 44-ку. Борта не увидел. Все, Акацию забрали. Вроде бы все сейчас нормально на поле боя. У нас две точки. У нас сейчас третья точка. Да, точку Б отдали. Но сейчас третья точка явно появится. Мардор. Вот. Вот опасный противник с автопушкой, с Птуром. Я очень надеюсь, что он смотрит на Элланда. Посмотрите, где я нахожусь. Это квадрат... Скорее всего, это F, да. Квадрат F7. Там двое. Там 44-ка и Мардор. Не торопимся. Ни в коем случае не торопимся. Не торопимся. Не подставляем нас под Птурей. Посмотрите, на этих рангах... На советах что у нас есть? Объект 906-й. Да, у него не такие шикарные Уэны, как у британцев. У нас есть объект 906-й. ЗСУ 57-2. На 8-0 у нас Т-55А. ПТ 76-57. У немцев ДФ 105-й. Леопард 1-й. Турм 3-й. Эти ребята куда быстрее. Все уже подставился. Под Птурм он забрал Мардора. Вот. Эти ребята, все они быстрее Карнарвана. Все быстрее Карнарвана. И... Более того... Посмотрите, какие шикарные каморные снаряды у Объекта 906-го. Какие подкалиберы и какая автопушка у Турма 3-го. Какие кумулятивы у ДФ 105-го. В общем... Все, что есть в этом Бэре, повесьте мне, получше будет этого танка. Поэтому я показываю данную тактику именно на этом танке. Это самый тяжелый, самый хардкорный вариант показа данной карты на этой технике. 7 фрагов у нас. Продолжаем пушить им респ. И выезд, соответственно, с респауна. Пока что все неплохо, поэтому я никуда не тороплюсь. Две точки у нас. Визель. Вот. Вот что делает подкалибер. Просто насквозь прошел визель. Не повредив его, в принципе. К сожалению, 8-го фрага у меня тут не будет. Но. Что поделать. Да. Я поставил все подкалиберы. Калиберы, может, может и не стоило. Я тут в бою, честно, не понял, откуда по мне выстрелили. Но через минуту уже все становится явно. Явно понятным. Да, вот. Понятно, да? С подхода точки С. Враг повернул башню и выстрелил по мне. И тут я слышу, что кто-то ко мне подкрадывается. Теперь уже надо менять тактику. Теперь уже надо менять тактику. Б у них. С сейчас будет у них. Критуем в хлам просто за 157. Два. С у них. Это еще полбеды. Я на мини-карте почти не вижу собственных союзников. Теперь понимаю, что эти ребята просто удачно, удачно сливались на поле боя. Чем убивали противников. Находили и убивали противников. Да. Но сейчас уже очень тяжело. Забираем ЗСУ. Ну и все. Пора брать как бы... Игру в собственные руки. Тут либо будет единоличная победа, либо, я не знаю, на команду уповать уже смысла нет. Вот эта позиция, ребята. Обратите внимание. Вот эта позиция. Я сейчас буду уже отъезжать назад. Поскольку тут делать, понятное дело, уже нечего. Враг на центре поля или еще далее уже на нашей половине поля. Тут никого и не увидим. Вчера вне стрима и вне записи играл, по-моему... Да. На этом новом американском премиум страйкере Wolfpack. Сделал тут 7 фрагов и меня забрали. Я не записал, потому что, ну, 7 фрагов... Ну, это практически ни о чем. То есть тактика рабочая. Тактика работает. Что интересно, на полной версии линии Мажино данная тактика уже не работает. Там я покажу совсем иную тактику. На большой карте Мажино. Там еще интереснее. Тут на аркадной версии я что делать? Кстати, отъехал с центра поля, все. Начинается вражеский респаун. Вынужден... Вынужден уже отрабатывать чисто по респаунам. Или по респауну. Смотря какая карта. Пытаюсь... 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 Выцелить врага. Но, по-моему, там просто... Просто тупо никого нету. И точку А забрали у нас. Вот такой выигрышный бой. Если честно, я не скажу, что по моей вине. Или по чьей-то вине. Но... Просто в недоумении. Как можно было три точки вот так вот отдать. Причем... Три точки были у нас. То есть наши стояли на точке, оборонялись. А это... Более выгодная позиция. Чем вот у атакующих. Но атакующие забрали все три точки. Как? Как так можно было отдавать точки? Непонятненько. Вижу, трое приближаются к точкам. Поэтому я не сильно тороплюсь к точке Б. Я вот попытался все же до последнего простоять перед респаунами. Чтобы... Чтобы не дать... Не дать очередному противнику добраться до точки. Но нет. Но нет. И только вот... АМХ заметил. Перед Б. Забрал. Тут уже сложно. Тут уже... Вот так вот. Вот так вот сложно. Ну и дефка меня забирает. Девять фрагов. И как вы видите... Накарнарвание, друзья мои. Накарнарвание ядерку набил. Накарнарвание, Карл. Вот такая карта. Вот такая тактика с верхнего правого респауна. Будут у нас еще видео, посвященные линии Можино. Именно аркадные версии. В частности, с разных респаунов. Ну и, конечно, будут несколько видео по полной версии линии Можино. Большой версии линии Можино. Тоже с разных ракурсов, с разных респаунов. Я надеюсь, данная тактика вам понравится. Более того, она вам пригодится. А понравится или нет, будем судить уже по количеству лайков и комментариев под этим видео. Понятное дело, я, скорее всего, не успею. Да, я не успею. Но это уже, думаю, большое достижение на этом танке. На таком сложном боевом рейтинге. На таком сложном танке набить ядерку. А все остальное уже, извините, но не ко мне. Я сделал все от меня зависящее. Думаю, применив эту тактику в скором времени, и вы вылетите с ядерным боезапасом. Ну что ж, у меня на сегодня все. Остается пожелать вам удачи, много фрагов. Не забудьте выполнять марафон. Фармите очки 40 тысяч за 2 дня. Это очень легкий марафон. Ну и увидимся у меня на стримах. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok